Ребят, всем привет! С вами Диман и Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами поиграем в Gears of War 5. Выходит пятая часть серии, и пока идёт бета-тестирование первая волна. Мы решили попробовать плитскрин, бета-тестирование, и затестить, каково это играть с деревенским интернетом. Мы потом скоро с интернета вам покажем, через какую мы играем. Так, у нас всё готово, и мы начинаем. Погнали! Подожди, это как одиночка или тут же онлайн? Это онлайн всё, это онлайн. И если не ошибаюсь, то это какой-то новый режим. Кстати, хочу очень... Тридцатка, видно, бест. Да, ну она, кстати, очень стабильна. Потому что если тридцатку... Если тридцатку брать в этом, как его, в Warze, то она намного как-то проседает, что ли. А так, в принципе, в плитскрине неплохо даже так вот играется. Ты, Диман, расскажи, как ты познакомился с гирзой. Ну чё, ну ты посоветовал. Играй, Диман, чтоб прошёл. Я, кстати, кого-то убил. Знаете, прикольно сделано. Как бы немножко есть изменения в стилистике. Ну прям совершенно немножко. Она не выглядит ни как вторая, ни как третья часть, ни как четвёртая. Она как-то выглядит, ну, по-своему. Кстати, хотел всегда попробовать этот... О! Нет, блин. Бам, меня убили. Неплохо. Единственное, что я могу сказать, я в гирю играю довольно-таки неплохо. Ну, по крайней мере, играл в четвёртую. Мы там... О! Мне дали GD! Е-бой! Это... Видимо, после смерти выдают. Да-да-да. Один из моих любимейших персонажей стал. Тут, на самом деле, много изменений. Мало того, что изменений... О! Сейчас. Более... Не в управлении вспомнить сначала. А у тебя какая стандартная? Ну, на что ты бежишь, да? Не знаю. На вот, да. Есть набежи, что это стандартная. Вот, кстати, насчёт управления. Там кое-что поменяли. Я в гирю нормально играю. Ну, как, по крайней мере, играл в четвёртую. И получилось так, что в пятой они поменяли одну из раскладок. И поменяли не в лучшую сторону. В гире четвёртой и в гире третьей была, так скажем, альтернатива управления, грубо говоря, вариация. В которой ты мог слайдить одной кнопкой. И я... А, меня запилили. Странно. Вот. И суть в том, что в пятой сделали так, что теперь на эту же кнопку ты ещё и прыгаешь. Теперь нельзя одной кнопкой слайдить, а другой прыгать. И мне кажется, это капец как ухудшит ситуацию. И многие игроки, кто любит слайдить, они отплюются. Серьёзно. Потому что это не годится, это не дело вообще. Кстати, ну, несмотря на то, что у нас очень-очень фиговый интернет, в принципе, играть можно. Играть пока нормально. Сейчас попробую понять. Ох. Кстати, ещё одно нововведение. Теперь с лансером можно делать хэдшот, если я всё правильно понял. Кстати, ты можешь оказываться в новом режиме, в котором ты можешь приобретать оружие. Ну, здесь же мне давно пора бы не сделать. Такое довольно-таки интересно. Но, честно, вот, как бы, вроде как я поставил настройки такие, какие у меня были в четвёртой. И могу сказать, что они всё-таки немного отличаются. Чувство персонажа тут сделано как-то по-другому. Также в Дири, ребята, я наблюдаю, что изменили прицел. О, да, Реал, Реал, ребят, с лансера теперь можно делать хэдшоты. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это вполне логично. Потому что до этого с лансера нельзя было делать хэдшоты. Давайте оглушим этого паренька. И купим какое-нибудь оружие. Случайное оружие купим. О, Маркзу, Маркзу. Давайте испытаем Маркзу. Я думаю, она... Фигарит ой-ой-ой. Е-бой! Это что, X-Ray, типа? Какой X-Ray? Ну, потому что я на игре вижу. Нет, это не X-Ray, это, скорее всего... Блин, со снайпой меня. Кстати, до этого мы тестировали, грубо говоря, обучение. Здесь прям обучение, грубо говоря, прям для новичков, для новичков в начале игры. Его нельзя, по-моему, пропустить. И там мы заметили, что у многих оружия поменялись прицела. И поменялись... Я даже не знаю, в лучшее или не в лучшее, но капец как поменялись. Маркером точку или сущной, конечно. Нет, ну это так и так делали. Так. И делаю так. И делаю. Направление специфическое, примерно. Привыкать надо. То есть забыл уже как его... Нет, ты забыл, а я как бы играю на видоизменённый. И это вообще, конечно, беда на самом деле. Потому что вот на эту кнопку можно было вот так вот слайдить и не перепрыгивать. В этом и суть была. Ох. Так, ещё одно нововведение в герзе. Ввели рукопашку. Теперь вы можете нажимать на B и просто бить с ножа. Я даже не знаю, почему убрались приклады бить. Это тоже можно было вариацию поставить. Но, к сожалению, сейчас всё. Можно бить только с ножа. Смотри, это замораживает, что ли? Ого, это какое-то оружие, да. Да, новое оружие. Я так понял, суть этого режима в том, что ты можешь в какой-то момент, видимо, из-за того, что ты кого-то убиваешь, накопить себе на оружие. И его купить в нужный момент. И, как я читал по информации сети, да, вот эти оружия, они типа... Некоторое оружие появляется за счёт персонажа. Типа какой-то конкретный персонаж, он обладает конкретным оружием. Кстати, карты здесь, по-моему, намного больше, нежели в четвёртой. И немножко запутанных. Мне кажется, игроков больше всего. Не-не-не, игроков так же. Лангшот. А то лангшоты, кстати, изменили управление, как я представил, так, что он теперь очень маленький, и я не знаю, как с него попадать. Давайте поменять немножечко управление, хотя бы снижу настроек, потому что не могу понять. Ну, до достаточно. Не-не, даже вот, когда я изменил чувствительность, всё равно как-то... Бум. Ну, кстати, в сплитскрине довольно-таки нормально играть, вот серьёзно. То есть, как бы, в четвёртой, в Ultimate Edition было невозможно играть, поскольку... Ой-ёй-ёй-ёй! Ух! Чё-то жёстко у нас гасит. Но, кстати, я хочу заметить, что даже с плохим интернетом, с интернетом, который мы раздаём через телефон, не подключён никакой кабель, ничего. Ну, грубо говоря, ловим 4G иногда и играем. Слава богу. Ну, где-то здесь не годит уж. Плюс-минус пять. Ну, а потом, да, протестируем типскоп у нас. Ну, что? Нееет, чувак. Блин, да как? У меня, по-моему, был самый быстрый палец на этом, на районе. В стриме, да. Диман, как по ощущениям гиря? Ну, знаешь, чем-то четвёрка даёт, но немного другое. Да, вот то же самое. Да, это враг. Тоже самый гирзувор. Ого. Слушай, ну ластер, по-моему, вообще здесь бешеный, на самом-то деле. Роя побеждает. К сожалению, в этой катке мы слили, но это лишь так вот, чисто, ну, посмотреть, протестируть. Теперь в конце каждого матча показывают лучшего игрока матча. Это, кстати, неплохо. Также мы заметили, что в настройках, а именно в менюшке, можно будет настроить виды добивания. Теперь, видимо, у каждого оружия по несколько добиваний. Это очень классно, потому что в тех частях, там, конкретное оружие отвечало за конкретное добивание. Например, с Маркзой ты там бил по голове, с ланцером ты всегда пилил. А сейчас, видимо, это расширили кастомизацию, и теперь можно будет менять. Главное, чтобы не было лутбоксов. Кстати, лутбоксов не будет. Об этом писала The Coalition. Якобы все предметы, которые будут продаваться, будут продаваться без какого-либо рандома. Типа, они поняли, что лутбоксы это такая шара. Особенно в четвертой части. Когда была вообще четвертая часть, все хотели выбить каких-то скины, какие-то окраски и так далее. И просто не получалось. То есть ты покупал там очень-очень много всяких легендарных сундуков золотых. Открываешь, а там всякая параша. И потом они с течением времени, они подкорректировали, короче, коэффициент выпадания. И там уже более-менее. Нажми на. Ну, знаешь, лутбоксы в целом голимая фигня. Типа... Ну, как сказать, для компании это классно. Ну, ты как казино, блин. Казино, да. Нет. Проще, знаешь, купить такой-то предмет и не париться. Ну, вот в гире как раз-таки это и будет. Ну, по словам разработчиков. Ну, так и надо, по сути, делать. Вот, смотри, кстати, видишь? Смотри, JD Fenix, он улучшенная отметка. Блин, очень сложно читаемо. Улучшение оружия. Видишь? Короче, каждый персонаж в этой, так скажем, в этом режиме, он отвечает за какую-то функцию. О, классно. Кстати, записываем мы через функцию GameDevier 720p, поэтому, сорян, извиняйте, ребята, у нас нет карты захвата. Так, это уже новая карта. Очень интересно, кстати, посмотреть на сюжетку. По словам разрабов, вообще, типа, сюжетка будет очень овненная. Типа, из-за этого ее не занесли вайт, ребята. Из-за обучения карты? Да, это, кстати, карта, в которой было обучение. Да, все верно. Там надо было играть за... Как вы, за Делла и проходить все. Кстати, также скажу, что... Если не ошибаюсь, то лансер здесь стал намного мощнее. Я бы сказал, намного мощнее. Ой, окей, спас. Сейчас я их обнушу. Ну, не помню, как-то на B, да, поднимай. На X, на X. Ты что, обучал к ним, проходил, Диман? Да я не помню в управлении. Блин. Слушай, я уже положил, по-моему, каждого по три раза и вообще по барабану. Ебой. Вот, кстати, я вот не знаю, как относиться к нововведению хэдшотов именно с лансера. Ой-ой, сзади подошли. Ну, слушай, я поражен, что игруха играется нормально при таком интернете, без каких-либо лагов. И, кстати... Ну, блин, я здесь живу. Мы эту, кстати, гирю сколько качали? Наверное, два дня, да? Не, не два дня, а буквально часов. Ну, короче, мы качали два дня, да, часов пять, десять гигабайт. Как бы это не критично, но все равно. Сравнивая с Москвой, там десять гигабайт очень быстро скачаются. Где-то минут пятнадцать. Ну, вряд ли. Ну, за час точно. Давай попробуем. Блин. Это было тупое решение. Также не забывайте писать в комментариях, как вам гиря попробовали ли бета-тестирование. И если что, бета-тестирование, по-моему, будет в конце августа еще или в середине. То есть это первая волна, а будет вторая. Кстати, вообще мы пробовали, когда мы включили первый раз бета-тестирование гири, нам показывало, что... Ой-ой-ой, мы должны там пять часов ждать. Это вообще жопа была. Мы не могли зайти из-за того, что был, грубо говоря, таймер, который никогда не уменьшался. Ну, просто серверно нагрузились. Давай запили по-моему. Я надеюсь, его не распилили. Ой, все, меня тут все. Это гэнд-бэнд. Это все. Ну, кстати, кастомизация мне... Лично мне понравилось, что у каждого, типа, чувака, у каждого персонажа будет свое броня. У каждого персонажа будут, грубо говоря, свои эмоции. Вот, например, эмоции... Блин, а как, кстати, эмоции? О, вот, эмоции, смотрите. Нет патронов, нет патронов, что-то. Ну, на самом деле, блин, с пятой частью управление, особенно каких-то нововведений, типа мелочей, управление сделали немножко некомфортным. Типа, одна кнопка отвечает за два-три действия. Это как бы... Ну, проблемка, на самом деле. Особенно для людей, которые привыкли слайдить. Пойдем, Диман, я с тобой. Где-то запишу. Запилю. Еее... Сейчас. Прыгай. Сзади будет. Нет, нет, нет. Давай, пробуй, я запилю, может быть. Еее, бой, Диман, красава вообще. О, смотри. Оп. Вот оно. Вот, посмотрите, все, персонаж весь в крови. Это было как бы в четвертой части, но в пятой мне кажется, что это как-то красивее выглядит. Но опять же, это имхо. 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 Это мы еще играем при 30 фпс, когда, в принципе, игруха поддерживает все 60. При скрине она урезается до 30. Но чтобы поиграть вдвоем, этого достаточно. Игруха, несмотря на бета-тест, она идет очень плавно, за что большой респект за Coalition. Прям респект еще. Потому что, зная, как сейчас делают игры в наше время, да, это полная жопа. То есть, с каждыми обновлениями допиливают и там подобное. Так, поднял. Так, для бета-теста вполне неплохо. Вообще неплохо. Если не проблема с задержкой. Не, ну проблема с задержкой, это, по-моему, вообще... Это проблема всей серии Gears, поскольку, когда вы играете в Gears War какой-либо, то, по-любому, у вас ожидают перестрелы. А моменты, когда вы просто подходите со спины и не можете убить человека, это вообще жесть. Это все-таки очень бесячие моменты, очень. Опа-на! Я не знаю, почему хоть вкаты я хочу тупо пилить. Потому что я не могу... Блин, где ты, братан? Сейчас, я сам не пойму. Все, я понял, как у тебя. Ну, кстати, я начинаю привыкать, если честно. Чуть-чуть, но привыкать. У меня тут временно играть. Так, уничтожен. Так, у него шо-то сейчас... А, блин. Все, попробуем убежать. Отлично. Диман, да мы красавцы. Мы, кстати, лидируем. Не знаю, я, наверное, больше всех вздыхаю. О, вот он. Сидит. Ай, господи. Вот пила, конечно, в гирзе. Это вообще, конечно, огонь. У них АФКшный, поэтому мы, возможно, лидируем. Его там несколько раз убивали. Но не суть. На войне, как на войне. Так, помогу тебе. Где ты? Ты наверху, да? Там же остался? Да. Сейчас иду. Сейчас я подберу патроны. Черт. Мне тупо рубанули с этого оверкила, по-моему. Давай, 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 братан. Ой, хорош, давай, ну-ка. Ой, хорош. Кстати, на самом деле, прикольно сделали вот это вот рукопашное. Типа, она и быстрая, и... Ну, короче, классно. Когда у тебя нету времени, чтобы там подзарядиться, ты ударил с ножа, и супер. Опять же, как это будет работать на готовую версию игры, непонятно. Опа, на. На. Так. Они на десятку проигрывают. Ай, братан, ты один там. Ой-ой-ой-ой-ой, меня зажали. Не, что-то хреновато. Играю. Ну, братан, ничего страшного, мы с тобой по-любому потренем. Да, непривычный просто. Кап-хедов. Это да. Четырёх часов, блин. Кстати, мы проходили с деманом Кап-хед, мы зависли... Кого мы там убивали? Где? Королеву эту, конфетную королеву, или как-то так. Мы, короче, умерли где-то около 160 раз, и проходили эту миссию около четырёх часов. То есть, мы пошли на принцип, и пока мы не пройдём, это была ночь, четыре часа... А, нет, сколько там? Два часа... Два часа ночи, да, и мы фигарили в Кап-хед. Это просто было незабываемо. Но мы всё-таки её прошли. С горем пополам, но прошли. Так, я хочу... Смотрите, добивание. Опа-на. Вот оно. Супер. Кстати, когда я смотрел геймплей гирзы пятой, то мне как-то не понравилось так, как они сделали затемнение экрана во время получения урона. То есть, как бы это немножко бесило. Но когда ты играешь, вполне неплохо. Опять же, я надеюсь, что графика после бета-тестирования станет ещё круче, ещё как-то, я не знаю, реалистичнее. Но пока мне практически всё нравится. Единственное, кстати, на сплит-скрине немножко неудобно следить за своим камерами. Как-то всё-таки маленько теряется. Ну, оверкил тут, конечно. Супер. Так, я вижу, что это, конечно, нельзя делать, но... Бум! Кстати, маленькая задержка всё-таки есть. Но она не ощущается особо. Всё, у меня оверкила нету. Я 24 балла уже накопил, неплохо. Ну, кстати, режим такой, в принципе, интересненький. Два удара с ножа, и ты ложишься. Ну, кстати, неплохо. Мы победили. А, Диман, что скажешь о игре? Как тебе гири пятая? Ну, бета-тест особо не судит, да? Но, по крайней мере, можно понять, что игрушка есть. Да. Но это и так... И она похожа на четвёрку, и думаю, всё же они сделают что-нибудь получше. Мне гири пятая очень понравилась. Я вообще фанат гири, по сути. Ну, как, не прям отбитый фанат, но мне нравится гири, и я жду очень пятую часть. Но единственное, мне не понравилось, что они всё-таки немножко подкорректировали управление, и не дают возможность настроить так, как это было в четвёртой гири, поскольку они ввели нововведения, типа удар с ножа, приседания, по-моему, какие-то, типа ты можешь как-то скрытно идти. И вот это немножко, немножко, ну, немножечко прям портит игру, а именно ту гирю, которая была. Кстати, на каком интернете мы играем? Сейчас покажем. Сейчас подключение. Так. И что мы находимся в Республике Мордовия? Сейчас мы покажем, на каком интернете мы играем. Вот, короче, вот такая вот у нас скорость, в которой мы играем Gears of War. Если у вас такой же фиговый интернет, парни, ну, с вас-свозь, обязательно. В целом, вообще офигенно, всё очень классно. Несмотря на бета-тест, несмотря на плохую скорость интернета, она идёт очень даже ничего, она не лагает, она не лагает в плитскрине. Если что, Ultimate Edition, это первая часть переиздания, она лагает в плитскрине и ужасно лагает, что играть невозможно. А здесь, в онлайне, при, опять же, повторяюсь, в очень слабом интернете, при плитскрине всё идеально. Посмотрим, как будет в итоговой версии, но пока очень классно. На этом, ребят, у нас всё. Большое спасибо вам за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях своё мнение о Gears of War 5, как вам вообще игруха, удалось ли вам поиграть в бета-тестирование. И ещё раз вам большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч!